Уроки профориентации в наших школах – вещь обыденная. Старшеклассников с разными профессиями знакомят везде. В Бердской школе номер один гостем такого урока стал городской прокурор Роман Сивак. Профессионал такого уровня может рассказать о своем деле гораздо лучше, чем преподаватель обществоведения, заметил заместитель директора школы по воспитательной работе Вадим Маскин. Интересно, как именно этот человек дошел до этой профессии. Что ему помогло, какой он есть. То есть, человека, учащийся видит, понимает, и, возможно, какие-то вещи про определенную работу, какую-то изюминку, какую-то смысловую вещь увидят. Ну, по-новому. Потому что то, что мы говорим на уроках общества знания, про право – это одно, когда об этом говорят с позиции уже опыта, уже своего видения совершенно по-другому. Сегодня о работе прокуратуры, в частности, и правоохранительных органов вообще. Молодежь судит, как правило, по сериалам, поделился своими наблюдениями прокурор, что совершенно неверно. Реальная картина не такая яркая, как на экране, но не менее интересная. Главная мысль – это, наверное, все-таки донести до ребят о том, чем занимаются органы прокуратуры, потому что, скорее, это, может быть, и у них складывается мнение где-то обывательское, где-то по фильмам. Поэтому реальную картину хочется донести, поскольку это уже вот граждане России, так сказать, это наше будущее для того, чтобы они знали, ориентировались и понимали. Что такое прокуратура, каковы ее полномочия, как попасть в ряды ее сотрудников – обо всем этом шла речь на уроке, но не только об этом. Как уберечь себя от влияния деструктивных сект и не попасться на крючок преступников и террористов. Как вести себя в виртуальном пространстве соцсетей и отличать искреннее намерение от преступного умысла. Информация такого рода из уст прокурора также оказалась не лишней. У некоторых из учеников и вовсе был практически интерес к профессии. Я поняла вообще значимость полиции в нашем городе, уголовные также, ну, разные уголовные административные правонарушения, вообще происходит ли что-то в нашем городе, что именно нужно для поступления. И, ну, честно, много нового для себя узнала, так как признаюсь, хотела свою жизнь связать с этой профессией и все еще хочу. Старшеклассники спрашивали обо всех аспектах прокурорской деятельности и современного права. А автором самых интересных вопросов Роман Сивак подарил книги по истории российской прокуратуры.